Всем привет! С вами Марина Познякова и это программа «Открытый урок». Знания мы получаем всегда и всюду. Мы познаем окружающий мир, учимся выстраивать отношения с людьми, делать выводы, аргументировать свою позицию, ориентироваться в непростых ситуациях. В конце концов, просто созерцать и наблюдать. Мы учимся на протяжении всей жизни, получаем знания всюду и всегда. Поэтому День Знаний – это праздник не только для школьников, это праздник для всех нас. Для школьников же День Цветов, Линей, Кричей знаменует завершение лета и начало нового учебного года. Они познавали мир и летом, получали новый жизненный опыт в детских лагерях, на дачах и в теплых странах, читали книжки, искали что-то в интернете, играли со сверстниками во дворах. Теперь они в сопровождении мам и пап на линейке. Момент трепетный и трогательный, их улыбки не сходят с лица. На него можно посмотреть, он ждал этот день очень с таким большим трепетом. Он проснулся рано, сразу побежал к форме собираться. Очень хотелось ему все это, чтобы было побыстрее, но всему свое время. Еще только вчера сегодняшние первоклассники знали о школе только со слов родителей. Сегодня все по-настоящему. Этот день важен для них. Это не просто День Знаний, это День Встреч и Перемен. Есть немного волнения. С другой стороны, я рада. Во-первых, я очень соскучилась по школе, по ребятам. Очень хочется в этом году получить красный аттестат. Как бы это очень тяжело, но я буду делать все для этого. Первый сентября для меня это какой-то новый этап жизни. И все-таки девятый класс, это уже выпускной класс. И я очень волнуюсь, ведь скоро экзамены. Но мне очень нравится. Непередаваемые эмоции. Как бы чувство, что уже школа началась, и мы наконец-то встретимся со своими одноклассниками. И все-таки надо браться за мозги. Сегодня, когда я увидела плачущего директора, учителей, когда там папы танцевали с маленькими детишками, очень так волнительно. Ну, просто осознаешь, что это последний год, и все, потом этого уже не будет. Это, конечно же, волнительный праздник. И так как в школе это последнее первое сентября, поэтому это очень много эмоций, как положительных, так и сожалений. И я смотрю на первоклассников, как они вступают в эту жизнь, вспоминают себя в этом возрасте. И очень много переживаний, потому что впереди очень важный год учебный, и очень много событий произойдет в нем. И поэтому нужно сейчас, ну, 1 сентября, это прям как первая ступень, чтобы сосредоточиться и войти во взрослую жизнь. В этом году за партой в Щелковском районе сели почти 24 тысячи школьников. Это больше, чем в прошлом. Из них 3 тысячи пошли в первый класс. Рекорд по первоклассникам побили в школе номер 17 в микрорайоне Богородский. Их здесь 302, ровно 10 классов. Пока беспрецедентный случай для нашего района. Хотя и в других классах в этой школе на название едва хватает букв алфавита. Такое количество учеников – огромная ответственность, отметили педагоги на торжественной линейке. Два первых класса набрала Щелковская школа номер один. У нее свои традиции, достойные выпускники, немало достижений. В частности, школьный сайт в прошлом году стал победителем общероссийского рейтинга. Обновляется внешний вид, совершенствуется внутреннее убранство первой школы. Она должна во всем соответствовать своему имени, заявил на празднике глава Щелковского района Алексей Валов. Первая школа, потому что она первая, она должна быть первой во всем. И я принял решение взять именно куратор с надежной школой, для того, чтобы во всех отношениях сделать ее именно такой. Для председателя районного совета депутатов Надежды Суровцевой 1 сентября – один из главных праздников. Она сама педагог, поэтому никогда не упускает возможности поздравить в нем знания учеников и их наставников. В этом году пришла в гости в Щелковскую гимназию. Это мир, в котором вы первый раз влюбитесь, найдете настоящих друзей, будут первые победы и первые поражения у вас, дорогие ребята-первоклассники. Это тот мир, в котором рядом с вами идет ваш верный друг, ваш учитель. Я поздравляю вас с первого сентября. Больше трехсот учеников в этом году в Загорянской школе номер один – 34 первоклассника. Это тоже больше прежнего. Школа к такому приему готова. Все ремонтные работы успели сделать и срок. Прислушались и к рекомендации Министерства образования. Добавили в программу новые предметы. По новому учебному плану вводятся факультивные курсы основы финансовой грамотности. Это в 10 и в 11 классе. В 10 классе один час добавлен на этику семейной жизни. Будет вести и педагог-психолог. А в 11, тоже в этом году, экология Подмосковья. Тысячи школьников страны в День знаний объединила трансляция открытого урока президента Владимира Путина «Россия, устремленное в будущее». В Загорянской школе подобный урок провел депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Его задачей стало помочь осознать школьникам свое место в современной России, представлять себе возможности построения карьеры и создания семьи. Встреча длилась больше часа. Ребята сегодня другие, если сравнивать 10-15 лет назад. Это молодое поколение, которое родилось уже в новом тысячелетии, в новой стране. И самое главное, для них слова «страна», «родина» не пустой звук. Они стремятся занять достойное место в нашей стране, принести пользу и искренне пытаются действительно понять все. Старт дан. Теперь у каждого из них насыщенная жизнь и новые знания. А теперь давайте посмотрим, что было в прошлом году. 300 учителей из образовательных учреждений Подмосковья собрались в современной школе нашего района. Возможно, для кого-то даже ее оснащение станет открытием, но главное здесь инновационная идея и процесс обмена опытом. Для кого-то действительно это самое начало педагогического пути. Кто проработал всего несколько месяцев, кто пару лет. В становлении личности педагога юным учителям во многом помог конкурс «Педагогический дебют». Победителей и призеров из всего Подмосковья набралось немало. В торжественной обстановке они получили свои награды из рук министра образования. В числе награжденных и учитель английского языка из Щелковской школы номер 2 Мария Рой. Форум уже с первых часов принес пользу молодым специалистам. Всего же учителя провели в нашем районе два дня. Их ждала насыщенная программа, открытые уроки, мастер-классы, семинарские занятия и общение с более опытными преподавателями. На форум приехали необычные гости. Своих коллег встречали победители престижных конкурсов в сфере образования. Мастер-классы показали победители Всероссийского конкурса «Педагог года 2015» и «2016» Мария Ахапкина и Антон Лагутин. Также опытом поделилась «Педагог года Подмосковья 2016» Нина Данилина. Много интересного и полезного успели почерпнуть молодые педагоги за время работы форума. Отдельный день посвятили проведению открытых уроков и семинарских занятий. Говорили о разном от использования театральной педагогики на уроках до вопросов аттестации педработников. Несомненно, каждый увез с собой ценную информацию и руководство к действию. И еще больше укрепился в понимании, кто же такой молодой педагог. Славия – это коллектив профессионалов, это увлеченные хоровым пением лучшие ученики музыкальной школы и выпускники. За всем этим стоит огромный труд преподавателей. Все свое сердце и душу в него вложила руководитель, почетный работник общего образования Российской Федерации, лауреат премии губернатора Московской области, член Высшего совета Международного хорового союза Татьяна Лаврова. Именно благодаря ей хор стал лауреатом и призером многочисленных всероссийских и международных конкурсов различного уровня, в том числе лауреатом бронзовой медали детско-юношеского хорового чемпионата мира. Поздравить коллег и руководителя приехали хоровые коллективы из Орла, Медвежья Горска, Республика Карелия, Саратова. Среди них и композитор многих песен, репертуарах хоров детско-музыкальной школы Ирина Хрисониди. Все вместе создало большой праздник музыки, необыкновенную атмосферу хорового единения, встречу близких душ. Вокальная студия «Гармония» берет свое начало с небольшого кружка, который начал работать в январе 2002 года. За 15 лет усилиями настоящих энтузиастов, людей с необычайно добрым, сердечным отношением к детям коллектив рос. В него приходили дети, которые учились петь, танцевать, радовались сами и наполняли сердца своих родителей чувством благодарности организаторам студии. Душой всех начинаний всегда была и остается художественный руководитель студии, кандидат педагогических наук Светлана Кизим. Под ее началом сейчас занимаются более 120 детей от 4 до 16 лет. Сейчас студия «Гармония» имеет звание образцового коллектива. Она за годы работы заслужила много высоких призов и премий. Студия «Гармония» обязательный участник практически всех массовых мероприятий в Щелковском районе. Для поддержки талантливых детей и молодежи ежегодно министерством определяются более 5000 юных талантов во всех регионах России. Победители российских и призеры международных олимпиад становятся обладателями премии в размере 60 тысяч рублей, а победители региональных и призеры российских олимпиад получают по 30 тысяч. Принять участие в конкурсе на премию может любой житель в возрасте от 14 до 25 лет. В школах Щелковского района призеры находятся ежегодно. Среди обладателей премии ученики школ Щелковского района, одержавшие победу на региональном фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Москвы», международном чемпионате рабочих специальностей WorldSkills, Всероссийских олимпиад по биологии и истории. Погрузчики и утилизаторы, самодельное радио и проект «Светофора» – все эти юные таланты объединяет одно – желание сделать из жизни человека удобнее и проще. Пока это простейшие механизмы и программы, но не со школьных ли лет формируются великие умы. Стремление изучить, воплотить в жизнь идеи, создать свое – это привело 300 ребят из 14 школ принять участие в районном проекте «Мир технических открытий». Высказать свое мнение, аргументировать позицию, улучшить навыки ораторского мастерства – учатся школьники на третьем открытом форуме Шелковского района «Академия дебатов». С каждым годом его популярность заметно растет. В этот раз на форуме собралось около 200 ребят из 29 образовательных учреждений. Участниками стали ученики 7-11 классов нашего района – Ивантеевки, Люберец, Королева, Таганрога, Чебоксар, а также гости из Республики Беларусь. Владеть информацией недостаточно, важно уметь ее обрабатывать и отличать от демагогии. Поэтому участники учатся аргументировать свои доводы, а умение выстраивать логические цепочки позволяет командам выигрывать, используя простые слова, даже в турнирах на английском языке. Хороший педагог – это и опытный учитель, и грамотный психолог, и чуткий наставник. В этом году шанс посоревноваться в конкурсе профессионального мастерства представился в четырех номинациях – «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший классный руководитель», «Педагогический дебют». За победу боролись 33 педагога из Щелковского района, и каждый проделал большую работу. После всех этапов, и теоретических, и практических, после оценок строгого жюри, в финал конкурса вышли 12 человек. Последнее задание творческое – на сцене педагоги показывают свой артистизм. И вот наступил самый долгожданный момент вечером – объявление результатов. Победителем в номинации «Воспитатель года» становится воспитатель детского сада номер 66 «Яблонька» Наталья Усанова. Учитель истории и общества знаний Щелковской школы номер 3 Светлана Кошелева одерживает победу в номинации «Учитель года». Лучшим классным руководителем признана учитель начальных классов Щелковской гимназии Светлана Клейникова. Среди молодых педагогов победа за Марией Рой. Учителем английского языка Щелковской школы номер 2. Третий год крепнет международная дружба, крепнет дружба между школьниками нашего района. В лагере «Юнармеец» с комфортом устраиваются ребята из 12 команд. Впереди у них масса интересных событий. Конкурсы начинаются с творческой части, и сперва каждый из команд представляет себя в визитной карточке. Здесь кто во что гораст. Песни, театральные постановки, спортивные трюки и танцы. Много танцев. Сюда приезжают старожилы фестиваля и новички. Почему-то нет сомнений, что они будут возвращаться снова и снова. Ведь такое всеобъемлющее слово «дружба» здесь открывается со всех сторон. Один из дней фестиваля посвятили спорту. На базе универсального спорткомплекса Подмосковья развернулась настоящая спортивная битва. Мини-футбол, стритбол, бег, рывок гири, подтягивания и самый зрелищный конкурс «Перетягивание Канада». Два дня состязания, и пора подводить общий итог. Тройка победителей забирает заслуженные награды. Третье место заняла команда «Отвинта» Московской областной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. На второй ступени пьедестала почета команда «Импульс» из Огудневской школы. Ну а лидерами фестиваля в этом году стали ребята из команды «Пионеры» лицея номер 17 городского округа Химки. Дружным строем команда выстраивается на приветствие. В «Спартакиаде» участвуют воспитанники детских садов вместе с родителями. Отличное настроение и спортивный дух объединил всех присутствующих. «Спартакиада» проходила в рамках празднования Дня Детства. Программа мероприятия была наполнена интересными спортивными заданиями. Соревнования проходили в форме квеста. Для каждой команды организаторы подготовили отдельную карту маршрута. Участники прошли по 10 испытаний, судьями которых были герои любимых сказок, «Красная шапочка», «Водинойки», «Кимора» и многие другие. На празднике спорта не было победителей и проигравших. В конце мероприятия каждая команда получила подарок и неважно, кто выполнил все задания первым, а кто последним, победила дружба. Патриотизм для этих ребят не просто слово. Любовь к родине они решили показать на собственном примере. Мальчишки и девчонки разных возрастов и предпочтений сошлись в одном – в желании вступить в ряды всероссийского движения «Юнармия», цель которого – возрождение военно-патриотических традиций. С сентября прошлого года оно начало работу, у которой подключился и Щелковский район. Задач у «Юнармейцев» немало. Это и работа по захоронению мемориалов и обелисков, и несение вахты памятью вечного огня, участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, а также многое другое. «Интеллектуал 21 века» – это праздник для тех, кто достиг успехов по результатам своего обучения. В этом году выявляли лучших школьников по 34 предметам. На межмуниципальном этапе призерами стали 386 учащихся и почти 100 победителей, а на региональном – 26 призеров и 9 победителей. На мероприятии награждали учеников и их учителей. Для них в зале Щелковского драмтеатра выступали районные коллективы с небольшой концертной программой. Следующий этап – заключительная Всероссийская Олимпиада. Несмотря на то, что она уже состоялась, результаты пока неизвестны. Одержать победу в ней не только почетно, но и выгодно. Лучшие ученики получают возможность обучения на бюджетной основе в лучших вузах страны. В прошлом году двое шелковцев таким образом поступили в МГУ и МГИМО. Есть большая надежда и на сегодняшних школьников. Школьники из трех стран мира съехались в Подмосковье. Третья лагерная смена юнормейцев в этом году стала международной. Помимо детей из Москвы и Московской области, здесь 30 подростков из городов-побратимов, целый отряд. Теперь на 21 день они станут одной семьей. Но на церемонии открытия каждую из стран представляют отдельно – Польшу, Белоруссию, Молдову и, конечно, Россию. Для детей запланирована большая программа – танцы, игры, квесты, где все продумано так, чтобы отдыхающие могли взаимодействовать друг с другом. Кроме того, для иностранцев будут организованы экскурсии по Щелкову и Москве. Детский лагерь учит жить, общаться, приобретать новые навыки и знания. Но главное здесь – научиться дружить. Организаторы лагеря сделают все возможное, чтобы такое путешествие в Россию, в Щелково, в юнормейц запомнилось надолго. Построят или нет – вот в чем вопрос. Казалось бы, с возведением пристройки в школе в Медвежьих озерах все было предельно ясно. Вошли в программу, работы начнут в этом году. Однако социальное напряжение все равно существовало. И на прямую линию с президентом России Владимиром Путином поступило соответствующее обращение от местных жителей – посодействовать в строительстве. Развеять сомнения населения приехала министр образования Подмосковья Марина Захарова. В рамках государственной программы образования было принято решение о строительстве пристройки в данной школе на 275 мест. У коллег подготовлена презентация по вопросам пристройки школы. Действующая школа в Медвежьих озерах переполнена в этом году. Она примет порядка 700 учеников при нормативе – 280 мест. Пристройка должна полностью решить проблему второй смены в данном образовательном учреждении. Кроме того, она будет модульная. Это значит, что число учащихся в ней может быть увеличено. Уже определен потенциальный застройщик. Помимо пристройки будет возведено и спортивное ядро. Однако, если здесь проблема второй смены будет решена, то по соседству Министерства обороны сдается большой микрорайон без каких-либо образовательных учреждений. Губернаторам региона принято решение о том, чтобы включить школу в данный микрорайон в госпрограмму образования Подмосковья на 2018 год. Сегодня в системе образования уделяется особое внимание, поэтому с каждым годом все больше видимых улучшений. Итоги и приоритеты образовательной политики в районе обсуждали на ежегодной августовской педагогической конференции. За прошедший учебный год значительно увеличилось количество медалистов со 100 человек в минувшем до 132 в нынешнем. Более 90 баллов на ЕГЭ получили 100 учащихся. Это на 10% больше, чем в прошлом периоде. Семь выпускников сдали единый курс экзамен на 100 баллов. В качестве поощрения директора школ из личных средств создали фонд. Каждому набравшему 100 баллов они вручили денежные награды в размере 30 тысяч рублей. Успеваемость учеников отражается на позициях в рейтинге. Так, Щелковская гимназия и школа номер 12 вошли в 100 лучших школ Московской области, а гимназии еще и в топ-500 лучших школ России. Ежедневно происходит мозговой штурм, как помочь области на фоне серьезной конкуренции с Москвой, Татарстаном, с достаточно богатыми регионами, входить в пятерку. И сейчас, конечно, главное то, что мы взяли ориентир, и в этом нам помогает рейтинг директоров на программу лидерства, лидерство образования. Это, наверное, самый главный итог уходящего учебного года. То, что мы успешно вошли в программу области и получаем средства на строительство новых объектов образования. В районе уже разработана дорожная карта, согласно которой планируется ввести в эксплуатацию за счет средств бюджета Московской области при софинансировании из бюджета Щелковского района. В 2018 году школа в микрорайоне Солнечный и пристройку к Миндежоозерской школе. В 2019 году школа в микрорайоне Жигалова. В 2020 новый корпус школы номер 11, школу в микрорайоне Финский и пристройку к лицею номер 7. За счет средств инвесторов планируется к вводу в будущем году школа в сельском поселении Нискинское. В 2019 году должны появиться пристройки к Свердловской школе имени Марченко и к школе номер 16 в Щелкове. Многие педагоги были отмечены почетными грамотами и благодарностями за заслуги в сфере образования и многолетний труд. Вы смотрели программу «Открытый урок». С вами была Марина Познякова. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!